К сожалению, из-за ситуации в моем регионе на этой неделе не будет продолжения манг Высадовник в мире охотников. Однако, поскольку новое видео выходит каждое воскресенье, я принял решение сделать выпуск новостей. Просьба подписаться, поставить лайк и давайте начнем. Первая новость. В сентябре 2021 года объявили, что продолжение манги Хвостфей от Хиромашимы под названием Хвостфей Столетний Квест превратят в аниме. Недавно показали тизер продолжения, где выяснилось, что стартует оно в июле этого года. Часть тизера вы должны видеть сейчас у себя на экране. Его разработкой займется студия J.K. Steff, которая известна по таким произведениям, как «Может я встречу тебя в подземелье», «Бакуман», «Канасуба» и «Сайки Кусуа». Разумеется, у них еще много работ, но это их самые базированные произведения. С ее персонажей в оригинале остались те же, а вот Анкорд, в озвучке которого большинство людей смотрели данное аниме, увы, озвучить ее для нас маловероятно что сможет, поскольку теперь он находится в официальной озвучке. Столетний Квест публикуется с июля 2018 года и сейчас уже собран в 16 томов. Вместе с Машем и над Мангой работает художник Ацуа Уэда. Если коротко, что там будет происходить. Нацу Драгнил и его товарищи из гильдии «Хвост феи» берутся за Столетний Квест. Миссию, которую никому не удавалось выполнить более века. А миссия эта состоит в том, чтобы запечатать пятерых невероятно сильных драконов. Лично у меня есть пара знакомых фанатиков данного произведения и почти всем из них данный том зашел, так как в нем неплохо сбалансировали силы персонажей, что заметно прокачало восприятие данного мира. Ну что ж, будем ждать. Сериалы весеннего аниме-сезона продолжают обзаводиться датами премьер. Уже известные даты старта третьего сезона экранизации Ранабе «Непутевый ученик в школе магии». Стартует оно 5 апреля. В новом сезоне экранизируют три арки «Двойная семерка» – 12 том Ранабе, «Стипль Чес» – 13 том и «Волнение в древней столице» – 14 и 15 тома. Лиза исполнит его открывающую музыкальную тему – песню «Шаут из Серенат». Она же исполняла опенинг первого сезона. Лично я с этой историей не знаком, каюсь, однако по описанию краткой информации, что я откопал, произведение в целом годное и многообещающее. Третья новость. Этой весной список аниме-адаптаций вептунов пополнит экранизация «Манхвы. Борьба в прямом эфире». Также известна под другими названиями «Виртал Хит» и «Кенга Дакугагу». Пока сериала начнется 11 апреля. Главный герой оригинального вептуна – бедный парень Йохо Бин, нуждающийся в деньгах для себя и больной матери. Однажды его драка едой с другим парнем оказывается в интернете. Видео собирает много просмотров и герою удается заработать. Чтобы получить еще, нужно продолжать делать популярные видео. Но что же снимать теперь? Режиссер здесь Масазаку Хишида, автор Король Призмы, другой мир не может противостоять силе мгновенной смерти. За композицию сериала отвечает Тащия Оно, обещанная страна грез, 86 и Дом теней. Дизайнер персонажа здесь Сатоми Миязаки, игра друзей. Музыка Ютака Ямада, сага о Вилэнде. Студия Окурату Нобору. Как фанат Байт Собаки и Берсерка, я уже поставил себе напоминание посмотреть это аниме, ибо драки, над которыми работают такие базированные личности, должны выйти просто шедевральными. Я уверен, что скоро можно будет повесить на стену плакат с главным героем, чтобы качаться под музыку от Ямады, смотря на этого гигачана. Четвертая новость. Как известно, четырьмя сезонами аниме-адаптации Ранабе разве плохо искать себе пару в подземелье? Оно же Данжо Нидей Оммати... Короче, вы сейчас видите название на экране, я его не прочту. Оно не ограничится. У сериала студии Джей Кей Стеф будет пятый сезон. Его, как выяснилось, начнут транслировать этой осенью. В июле стартует экранизация манги «Балочка и меч в истории» про ученика магической академии, не умеющего пользоваться магией. По задумке чем-то напоминает магией мускулы, однако это абсолютно противоположные произведения, которые имеют также разный посыл. Сценаристом манги является автор «Разве плохо искать себе пару в подземелье?» Фудзина Амори. У аниме есть тизер, частичку которого вы можете сейчас лицезреть на экране. Пятая новость. В 2025 году зрители ждет продолжение Иси Кая «Я 300 лет убивала слизь и прокачалась на максимум». Над ним трудится студия Тедди. Краткий сюжет для незнающих. Офисный работник Адзуса закончила свою тяжелую жизнь, умерев от переутомления. Но она получила второй шанс и, переродившись в бессмертной нестареющей ведьмой в другом мире, решила жить как можно более приятно и избегать стресса. Зарабатывать в новом мире Адзуса стала, охотясь на самую легкую цель – слизь. Спустя сотни лет охоты она, сама того не заметив, достигла максимального уровня развития и стала сильнейшей ведьмой в мире. Что же теперь будет со спокойной жизнью колдуньи? Мое мнение может показаться весьма резким, но я посмотрел пару серий и мне стало скучно. Однако, раз аниме получило продолжение, возможно в дальнейшем все развивается куда интереснее. Протестую! Вообще-то, это аниме довольно-таки семейное, оно довольно-таки мемное, расслабляет. Понимаешь, кроме SWORD ты должен понимать одну вещь. Там она обзаводится двумя детьми, служанкой. И это создает свою домашнюю атмосферу. Также бы я вспомнил другую аниме, Мирли Дейл, к примеру. Тоже довольно-таки семейное аниме, по-своему глупое, но оно душевное, как и это аниме. Не надо, пожалуйста, назвать такие анимешки скучными. На этом все. И главное Гриня там вообще-то, милашка. Сделаем вид, что мы приняли и поняли его претензии и пока бородатый Стас. Ну а мы продолжаем. Следующая новость. В январе издательство Истори Комикс объявило о том, что будет публиковать серию Ранабе. Иногда Аля внезапно кокетничает со мной по-русски. А в марте стало известно, что манго-адаптация книг станет выходить тоже на русском языке. Ее также выпустит Истори Комикс. Серию Ранабе пишет Сан-Сан-Сан-Сан и Ча иллюстрирует Мамоко. На данный момент издано 8 книг, не считая тома 4,5. В октябре 2022 года в приложении Магазин Покет издательства Каданша начала выходить манго-адаптация. На данный момент издано 3 сборника. По состоянию на февраль общий тираж Ранабе и манги превысил 2,5 миллиона копий, включая цифровые продажи. В июле начнется показ аниме-адаптации популярного Рамкома. Сюжет здесь достаточно прост. Масачика, лишенный мотивации старшеклассник Атаку, который даже спит в школе. Алиса Михайловна Куджа, или же просто Аля, или же просто Джоджо, красавица и отличница с серебристыми волосами, которая сидит в классе рядом с Масачикой. Отец Али русский, а мать японка. Девушка иногда кокетничает с Масачикой по-русски. Али говорит на русском Масачике что-то, чего она не хочет говорить парню на японском. Но Али ошибается, когда думает, что Масачика ее не понимает. Ведь парень и сам знает русский язык, но не признается в этом. Вы скажете, как дочка Джотара смогла выучить русский язык? На этот счет у Гриффинов был отдельный скетч. Вы можете забрать девочку из Новосибирск? Ну, вы не можете забрать Новосибирск от девочки. Откуда ты знаешь русский язык? Если смотришь много очень жестоких видео в интернете, то со временем можешь выучить русский. От себя могу сказать, что это просто базированный ромком, который я очень сильно жду ради того, чтобы посмотреть, как японка болтает на русском языке. Исключительно ради этого. Меня просто прикалывают, когда они буквы РШ не выговаривают. Инсайдеры сообщают, что в четвертом сезоне Темного Дворецкого будет 20 плюс серий, но выйдут они по легенде Сплит Куром. Для тех, кто не знает, Сплит Кур это когда выпускается один сезон аниме, но делится на две части. Как было с Батьцом Баки, как было, можно сказать, с Джорджо и многими другими примерами. Вернется сие аниме 13 апреля. Снимает продолжение Клавер Воркс, которые известны по таким произведениям, как Рок Тихоня и Харемия. А режиссером заявлен Кинжира Окода, автор «Мартовских львов». Раньше им занималась A1 Pictures. На этом новости на сегодня мы заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. С вами был Хомисворд и Кикумона. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем до новых встреч. Холихов Холихов Холихов. Холихов Холихов Холихов. Обдакшен! Обдакшен! Хомик! Хомик, хомик, хомик. Я смотрю. Спасибо. Открыто! Комнати был большой. Не вообще не скрыто, потому что ни бакинок, ни х**, ни его. Короче. Предлагаю так. Завязываем с этой официальной фигнёй. Включаем вместе новости. Кстати, если что-то цензуру вставишь там. Простите за мой лексикон, но... Господи, это для фетишистов, понимаешь? Да. Ты знал, что... Но фетишисты. Хотя нет, все анимашки для фетишистов. Лучше не гуглю эту тему. Пожарить свою физику. Вы пойми, ты увидел, сколько людей насчёт этого фанатей, ты можешь сам решить стать толстым. Ты не думал? Я кринж. И это база. Я не буду базироваться, но это не кринж. Нет никого, кем бы я хотел стать. Только с тобой. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok